В 2016 году Алена Водонаева резко прервала общение с экс-супругой рэпера Гуфа Айзой Анохиной, а заодно и с ведущей Ксенией Бородиной, хотя раньше девушки были хорошими подругами. Причин ссора никто из них тогда не раскрывал. Позднее, в феврале 2019 года, в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Алена Водонаева вновь подняла эту тему. Мы дружили с Ксюшей, и была у меня еще одна подруга. Так вот эта подруга накануне того утра рассказала мне, что муж Бородиной очень жестко ей изменяет, наговорила мне всяких неприятных вещей про Ксюшу, про ее семью. Потом мне звонит Айза и начинает жаловаться мне на своего мужа. А я говорю, слушай, что ты на него жалуешься. Мне же вот что сказала сегодня наша приятельница про Ксюшу, поэтому люби своего мужа. Ты никогда не знаешь, у кого все хорошо, у кого все плохо, поделилась она. По словам Водонаевой, Айза вырвала ее слова из контекста и переслала их Ксюше, за что та обиделась на Алену из-за распускания слухов о ее семье. Если будет тонуть Бонни и будет тонуть Айза, я дам руку Бонни, потому что она не скрывала своей неприязни, в открытую играла против меня. А здесь меня предали, добавила Водонаева. В августе 2009 года распалась группа «Центр» из-за того, что отношения между ее участниками сильно испортились. В мае 2017 года в интервью Юрию Дудюгуф подколол Птаху, а в сентябре того же года тот впервые вызвал бывшего напарника по коллективу на батл. Спустя пять месяцев словесные разборки все-таки состоялись, но батл не поставил точку в конфликте. Во время перепалки Птаха внезапно рассказал, что у Гуфа есть внебрачный ребенок, о котором никто не знает, у Леши есть сын Сэмми, отличный малец, но есть еще один сын, вы просто об этом не знали. Но я не буду называть имен, дабы в Москве это не закончилось дракой, которую не вывезет это вот чмо, которого я называю собакой. Гуф не стал отрицать наличие еще одного ребенка, но то, что бывший товарищ решил об этом заявить на всю страну, только усилило ненависть Далматова. Кстати, в итоге Гуф выиграл батл со счетом 3-0. Когда-то Ксения Бородина дружила с Катей Жужей, но сейчас они предпочитают не общаться. В декабре 2017 года Жужа покинула Дом-2. Это послужило началом целой серии слухов, что уход девушки связан с конфликтом, возникшим между ней и Бородиной. По мнению телеведущей, Катя просто пользовалась их дружбой в корыстных целях. Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее нет рекламы в аккаунте и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать. У нее нет совести и понимания, что такое дружба, она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей, рассказала Ксения Бородина. В 2016 году распалась одна из самых ярких пар «Дома-2» – Антон Гусев и Евгения Феофилактова. Молодой человек изменил возлюбленный с ее лучшей подругой Викой Романнице, а позже даже сделал разлучнице предложение. Сейчас Феофилактовой все равно, как живет ее бывший супруг, для нее Антон – лишь отец ее ребенка. Однако в одном из интервью Евгения рассказала о своих опасениях насчет будущего сына. Бывший муж особо не горит желанием забирать Даниэля к себе, это происходит крайне редко. Жаль, конечно, ведь они так хорошо проводят время друг с другом. С одной стороны, я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины. Так что не знаю, что теперь делать. В апреле 2019 года у рэпера Эл Ван закончился контракт с лейблом Black Star. На своей странице в Инстаграме Ливан Горозия поделился тем, через что ему пройти, чтобы разойтись с работодателями, мои уже бывшие партнеры вместо слов благодарности хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя, они хотят забрать у меня возможность выступать, они хотят заткнуть мне рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. После суда Эл Ван лишился сценического имени и песен, записанных во время сотрудничества с лейблом. Тимоти же обвинил бывшего друга и напарника в том, что тот думает только о деньгах, тогда как он сам жалеет потраченного в пустую времени. В своем поздравлении ко дню рождения Ливана лидер Black Star также назвал Горозию Оби-Ваном Кеноби и Бедной Овечкой. Кстати, в аналогичной ситуации в свое время оказалась и другая бывшая участница лейбла Кристина Си, однако в ходе переговоров ей удалось сохранить имя и песни. В рамках своего шоу «Осторожно, Собчак». Ксения побывала в гостях у балерины Анастасии Волочковой, с которой у нее давний конфликт. Ссора произошла из-за того, что телеведущая заподозрила своего экс-возлюбленного Вячеслава Лейбмана в измене с балериной. В ходе шоу Собчак назвала стиль балерины верхом пошлости и безвкусицы и предложила ей примерить вещи, которые принесла с собой. Волочкова тоже молчать не стала и назвала подаренную одежду мешками из-под картошки. По словам Анастасии, проводив съемочную группу, она обнаружила в своей бане повсеместно размещенные камеры и микрофоны. Также балерина рассказала, что, пока она переодевалась и поправляла грим, Ксения якобы без разрешения зашла в спальню и увидела фалоимитатор. В связи с произошедшим Волочкова пришла к выводу, что Собчак продала свою совесть. Она считает, что недопустимо лазить по тумбочкам, ставить скрытые камеры и микрофоны вместе, где люди обычно находятся без одежды. К разрешению конфликта это, естественно, не привело. В 2014 году Елена Темникова покинула группу Серебро и с тех пор прекратила общение с бывшей подругой Ольгой Серябкиной и продюсером Максимом Фадеевым. После ухода из коллектива певица неожиданно сообщила, что весь ее образ был построен на лжи. Елена призналась, что ей приходилось играть в дружбу с Ольгой, а искренних чувств она не испытывала. Серябкина, в свою очередь, признала, что уход Темниковой ей дался тяжело, этим клипом «Я тебя не отдам» я внутренне ставила точку в отношениях с тем, кого считала своим другом. Слова были настолько убедительными, что в них поверила и сама Темникова. Правда, позднее выяснилось, что все это тоже было ложью, я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну как редко. Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд. Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю, ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь. А при встрече, почему все так? А ведь ей верят люди и это знаю, как все на самом деле. А ведь и я чуть не поверила. Никто даже не поздоровался. Противно. Неужели так сложно хотя бы поздороваться? Жаловалась Темникова. Текст Сабины Абасова фото, Persona Stars, Instagram.